Наша история. Наша трагедия. Наша гордость. Наша судьба. Тайны, судьбы, имена. Бескрайняя казахская степь. Великая степь. Тысячи лет по этой земле кочевали племена, свободолюбивые и непокорные. Тысячи лет на этой земле рождались достойные мужи, защитники и герои. Силой духа и меча, ценой собственной жизни, они отстаивали каждую пять этой земли. Но однажды изменились времена. Не стало храбрых батыров. Погибли последние герои, и степь перестала быть свободной. В это непростое время отдушиной голосом степи стали вольные поэты. Силой слова острова, как булатный меч, они защищали интересы народа, стояли на страже справедливости и добродетелей. Их песни были отражением жизни и чаяний простых людей. Грустные песни, полные тоски и тревоги. Одним из ярчайших представителей казахской культуры 19 века, конечно же, является Бержан Кожагулова. Гениальный поэт, композитор и исполнитель в одном лице. Новатор. Он вывел нашу национальную культуру на новый уровень. Его песни, его голос покорили бескрайние степные просторы и навсегда запали в сердце каждого казаха. Любимец народа, кумир миллионов. Вокруг него всегда было много людей, но в душе он был одинок. Он оставил после себя богатое творческое наследие. Но мы до сих пор не знаем всей правды о жизни и судьбе Бержана. В 1834 году в Акмолинской области родился мальчик – Бержан. Отец его, Турлубай, отдал сына на воспитание деду – Кожагул. Мальчишка рос всеобщим любимцем, и это неудивительно. Послушный, добрый, внимательный, он уважительно относился к старшим, был любознательным и жизнерадостным. С малых лет Бержан выделялся среди сверстников. Он был очень музыкальным ребенком, мог подолгу слушать местных акынов, но особенно любил, когда в их аул заезжали исполнители из дальних краев. Увлеченный древним и красивым искусством степных музыкантов, в один из дней мальчик Бержан и сам взял в руки дом Ру, с которой больше не расставался до своих последних дней. Бержан Сал – представитель творческой интеллигенции Великой степи. Это примерно начало XIX века. Этот период для Великой степи является ренессансным периодом. В этот период родились очень много великих казахов, и в том числе Бержан Сал. Он, наверное, впитал в себе сначала вот это все, что было доброго, хорошего музыка казахов, народной музыки. Его предок Бертес Бий. Он был Бием, значит, казахов был тоже Бием. Ахсакал тоже, они владели словом, и все это, наверное, с детства он впитывал в себя. Бержан Сал имел достаточное образование, уровень образования для того времени. Он учился в Медресе, ну, как говорила наша бабушка в Казалжаре. Моя бабушка была снохой Бержан Сал. Она вышла замуж за младшего сына Халкина. Халкин родился только перед смертью Бержан Сал. Вместе с музыкой и творчеством к Бержану пришло желание жить свободной жизнью, быть вольным, как ветер, дарить свое творчество людям, чувствовать на себе восхищенные взгляды поклонников. Он был рожден для славы и для любви. Уходя в степь, Бержан мечтал о том, как однажды отправиться в дальнее странствие, будет ездить от аула к аулу, слагать красивые песни и дарить их благодарному слушателю. У Бержана была огромная эго, индивидуальность в хорошем плане. Вот как итальянская опера возникает из эго певцов, которые соревновались друг с другом в своих певческих возможностях. Точно так же и новая казахская песня, она вырастает из этого творческого эго Бержана. Он хотел в песне выразить именно свой собственный дух. Он создает вот эти вот песни с невероятными перепадами высоты, с невероятными кульминациями, поворотами. И он это очень четко осознавал. И в своих песнях он в текстах песен и проговаривал это, что вот он создал новую песню, что его песня не такая, как раньше, что она взлетает в поднебесье, опускается вниз, и никто не сможет их исполнять так, как он исполняет. Вместе с друзьями, такими же талантливыми музыкантами, он кочевал из аула в аул и давал импровизированные концерты. Бержан Сал сразу же стал народным любимцем, а его исполнительская манера и поэтический слог производили настоящий фурор степи. Потому что каждая песня, а у него их были сотни, была настоящим экспериментом музыкальным или поэтическим. Кстати говоря, все его произведения были связаны с каким-либо эпизодом из жизни. До наших дней дошло более 60 песен Бержан Сала. Но не только о любви пел всеми любимый Сал. Его острый язык нисколько не уступал острому уму, и плохо приходилось тому, кто вызывал недовольство или возмущение Бержана. В своих часто импровизированных сочинениях, родившихся сиюминутно экспромтом, он высмеивал и осуждал высокомерие, жадность, чванство и невежество. Бержан стал голосом народа и его совестью. Он рос как личность и как певец, композитор, поэт. Он очень рано понимал, что такое плохо, что такое хорошо, что такое подлость, что такое зависть. Все это он очень рано распознал. У нас степная демократия существовала всегда, поэтому есть в истории Айты Сююмбая, где Сююмбай смело высказывался. То же самое и Бержан Сал. Наверное, было такое, что он защищал интересы обездоленных людей, защищал интересы народа, народа, мог высказать в любом месте и острым своим языком поставить на место тех наших воротил степей, которые были в то время. Многогранный талант, невероятная популярность, образ и имидж, как сказали бы сегодня, присущие Бержану, ввели его в плеяду так называемых салсеры своего времени. Это особая творческая каста в музыкально-поэтической культуре казахского народа. И Бержан Сал был одним из самых ярких ее представителей. Был случай, когда приехали из Москвы советские писатели, им не могли объяснить суть творчества Бержан Сала, и академик Мухаммед Чан Каратаев обращается к ним. Вы Пушкина знаете? Они говорят, да. Вы Шаляпина знаете? Они говорят, да. А Чайковского, конечно, знаем. Тогда Мухаммед Чан Каратаев говорит, так Бержан Сал и есть Пушкин, Чайковский и Шаляпин в одном лице. В своих стихах называют, у меня были учителя, значит, Сегз Сера, Ниас Сера называют именно. Сегз Сера известный, знаменитый. Многогранно талантливый человек был. А потом Бержан сам уже создал свою школу дальше. Как у Кайрбеков говорил, Бержан Сал – это как отец, учитель, наставник всех Сал Сера. Бержан Сал стал знаковой фигурой в истории нашей национальной культуры. Его талант, харизма и темперамент в конце 19 века открыли новую эпоху казахской песни. Это была революция в музыкальном искусстве. Творчество Бержана нельзя было сравнить ни с кем из его предшественников или современников. Он вдохнул в казахскую песню новую жизнь. Всю историю казахской песни можно разделить на два периода. До Бержана и начиная с Бержана. Почему? Потому что традиционная казахская песня, она была такая очень благородная, сдержанная, такая вот спокойная, величавая. Но вот очень красивая, но при этом вот в этом характере, благородном и величавом, скрывали свои ограничения. То есть она не была личной, эта песня. У песни можно было менять, например, текст состоял в основном из поэтических клише, ну, как вот водится в устной литературе. И можно было спокойно взять одну мелодию и к ней текст, тексты менять разные, накладывать на одну и ту же мелодию. То есть в ней не было личностного начала. Слава у сладкоголосом острословий вскоре распространилась по всей казахской степи. Бержана приглашали на то и праздники. Он был желанным гостем во всех трех жузах. Но наибольшее впечатление и влияние на самого Бержана оказала историческая встреча с Абаем. Их духовная близость стала, очевидно, обоим с первых мгновений. И эта встреча была, наверное, одной из немногих, когда внимал Абай, а не Абаю. В романе «Путь Абая» у Мухтара Уэзова там упоминается о том, как Абай слушает Бержана, восхищается его искусством. А Бержан ему говорит, такие певцы, как я, еще будут. А вот будут ли такие слушатели, тонко понимающие искусство, как ты, Абай? Долго гостил Бержан в ауле Абая. Они часто вот так уходили в степь. Им было о чем поговорить и о чем помолчать. И для Бержана, и для Абая это были дни откровений и открытий, воспоминания о которых они хранили на протяжении всей оставшейся жизни. Когда он уезжал из аула Абая, уже когда он уходил за горизонт, он начал петь. Абай и его друзья услышали эту песню вот из такой дали и поняли, что это новая песня. И один молодой певец из окружения Абая, Аль-Мухаммед, кажется, его зовут, он поскакал за Бержан-Садом, чтобы эту песню научиться. И вернулся, научился. То есть он послушал ее, но степня какие-то, они же, память у них очень высокая, отличная была. Безусловно, объединяет Абая Кунанбаева и Бержана Кужагулула еще одна малоизвестная, но очень важная деталь, которая говорит о бесспорном авторитете и популярности обоих среди казахского народа. В советское время именно Абай и Бержан-Сад были избраны своеобразными символами классовой борьбы. Именно поэтому авторы были вынуждены исковеркать очень много исторических фактов и вписать их имена в скрижали истории с правильными акцентами в духе времени и в угоду конъюнктуре. Но как бы то ни было, этот тандем все-таки оставил общие совместные произведения. Вот одно из них – музыка Бержана Кужагулула, слова Абая Кунанбаева. Конечно же, сейчас все песни Бержан-Сала мы слышим в исполнении современных вокалистов. К сожалению, в то время не было возможности записать и сохранить голос Бержана, о силе и красоте которого до сих пор ходят удивительные легенды. Его голос был очень сильным голосом. Даже его друзья, его товарищи по творчеству, допустим, говорим так, Ахан-Сере, он еще тоже высоко оценили его. И Ахан-Сере говорил про Бержан-Сад, что Бержан-Сад своей песней, своим голосом сбивает птицу, летящую в небе. То есть, когда Бержан-Сад распевался во всю мощь своего великолепного голоса, птица, летающая в небе, камнем падала вниз, и только перед землей она раскрывала крыло и улетела опять вместе с чудной мелодией. Есть у нас озеро Жукей, там есть, значит, горы Кокшоха, мы называем. Вот он оттуда пел, и следующий, значит, за городом Степняком есть тот возвышенность, называется Намасхул. Это расстояние до 10-12 километров, если не больше. И говорят, в вечернюю пору тихует, голос его, когда он пел там, в Жуке, был слышно, значит, до Намасхула. Это 10-12 километров, конечно. Как любой поэт, Бержан был натурой романтической и очень тонкой. Он не мог пройти мимо женской красоты. Его трепетную душу охватывало прекрасное чувство. Так появлялись удивительные красоты песни. Они рождались мгновенно и тут же разносились по степи. Среди многих способностей, щедро данных ему природой, у Бержана был талант любить, видеть и ощущать красоту. Он с первого взгляда очаровывал девушек своим голосом и харизмой. Странствуя по степи, в каждом ауле обязательно находилась красавица, мимо очарования которой Бержан не мог пройти. Так появились знаменитые песни Тентек, Жайма Шуак, Айтпай и многие другие. Но, пожалуй, самое трогательное произведение посвящено девушке Ляйлим. Так называется и песня. Это не просто лирическое творение. Это история несчастной любви, растерзанной души поэта и беспомощности перед родовыми устоями и традициями. Она раскрывает весь характер певца, всю его душу и переживания. В этой песне ощущается бескрайность степи, бесконечность чистых и искренних чувств и преклонение перед женской красотой. У Бержан-Сал есть несколько песен, посвященных Ляйлим. То есть Ляйлим – это была сестра Кольба Джамбая. Он приехал в их аул, они увиделись друг друга и, наверное, влюбился. Но дело в том, что Ляйлим была засватана за другого, за другого рода. Естественно, они не могли жениться. Естественно, Бержан не мог ее украсть. Эта любовь была как яркая искра, которая вспыхнула между ними во время первой встречи. Девушка боялась поднять глаза на прекрасного мужественного Сала. Каждый раз смущалась и краснела при виде Бержана. Когда он начинал с ней разговаривать, Рабела и не могла вымолвить ни слова. В душе ее тоже горело пламенное чувство. Но волю своей страсти не могла дать ни Ляйлим, ни Бержан. Это была чистая невинная любовь. Чтобы познакомиться с прекрасной Ляйлим, Бержан сказал, что у его коня пропал треножник. И он оставляет, как бы забывает у них свои путы для лошадей. Да, шидер забыли. И этот шидер, он потом начинает винить в этом Ляйлим. Он обращается к Эльбайжамбаю, старейшинам Маула. Стоимость моего путы, говорит, 40 лошадей. То есть он называет Калым за Лейлим. Понимаете? Он дает понять, что он любит Лейлим. Хочет сватать ее. Но ему не дают этого. Потом я написал пьесу по этой теме. Путы и Бержан сам. Она ставилась в нашем Акмолинском областном театре. Ага. Ну, моя версия такова. Наверное, Бержан все-таки это был не только талантливый человек. Он был очень умный, разумный человек. Понимал, что к чему он был действительно большой личностью. И он понимал, если бы он увел Лейлим, наверное, началась бы родовая распря. Нарушился бы мир между родами. Потому что никто не даст увезти невесту, которая была засватана. Это кровная обида. Поэтому он, наверное, остановился. Он принос жертву свою любовь во имя мира, спокойствия своего народа. Так появилась на свете песня Лейлим Шарак или Лейлим мой светик. Широкая, раздольная, она вошла в оперу Бержан и Сара. Историю песенного состязания двух знаменитых акынов поставил Мукан Тулебаев. 12 декабря 1958 года в Большом театре Москвы в рамках декады казахской культуры состоялась всесоюзная премьера этой оперы. В день открытия декады была показана опера Мукана Тулебаева «Бержан и Сара». Этот патриотический спектакль рассказывает о талантливом певце прошлого века Бержане. Своими песнями он зло высмеивал мракоберцев, боролся с феодальными традициями. Опера «Бержан и Сара» уже тогда считалась классикой «Жемчужиной казахской театральной сокровищницы». Еще в 1949 году постановка была удостоена сталинской премии. И вот спустя почти 10 лет снова Москва, снова триумф. Где-то там на балконе вся партийная элита. Ташенов, Кунаев, Хрущев. Зал в восторге, овации и цветы. Артистов не отпускают со сцены. А это уже наше время, год 2018-й. На сцене театра «Астана-Опера» новая постановка, новый взгляд на легендарную оперу. Солист театра оперы и балета «Астана-Опера» и исполнитель главной роли Бержана Мир Байнеш говорит, что эта история и сейчас вызывает большой интерес у современных зрителей и исполнителей. В каком-то плане в опере Муханна Талибаева показана вся суть Бержана, все нутро Бержана. И я надеюсь, что зритель, который приходит в театр посмотреть оперу «Бержан Сара», ну, допустим, нескромно говоря, в моем исполнении, я надеюсь, что людям нравится, и они видят того Бержана, великого сына своего народа, в образе которого я нахожусь на сцене. И надеюсь, что это им нравится. Было ли на самом деле творческое состязание между Бержаном и Сарой или это вымысел? Сейчас сложно сказать. Но потомки и многие исследователи творчества Бержан Сала считают, что поединок на самом деле состоялся. Есть много споров вокруг Айтеса, да, Бержан Сала и Сара. Бержан и Сара. Очень много толкований. Одни говорят, был, другие говорят, нет, не был. Это написала арабь Тангербергена. Есть такое тоже мнение. Ну, моя бабушка не имела высшего образования. Она не, скажем так, не историк. Но, тем не менее, вот то, что я слышал от нее, когда Айтес шел, действительно, он шел не один день. То, что он был там, это действительно. А Айтес Бержана и Сары, он очень удивителен. И одно время даже были подозрения, что это подделка, что на самом деле этого Айтеса не существовало. Настолько он выделяется из других Айтесов. История его описывается так, что Бержан узнал о том, что в Семеречи, ну, вот, скажем, ближе к Талдукругану, появилась молодая поэтесса Акан. А у казахов было так принято. Одна из распространенных форм Айтесов – это именно Айтес мужчины и женщины, или вот девушки и парни, которые представляют разные роды. Через них эти роды сталкиваются. Бержан серьезно готовился к поединку с Сарой. Специально заранее сочинил несколько песен. В кармане Бержана должны быть весомые козыри, чтобы в удобный момент их достать и кинуть сопернице в лицо в виде колких слов. Он опытный певец, талантливый композитор. Одно только слово Сау говорит о его высоком статусе. Какой бы острой на язык ни была его юная соперница, он не может недооценивать ее способностей. Читая текст этого Айтеса, Бержан подъезжает к юрте, в которой Сара была в гостях. И он начинает, сидя на лошади, снаружи юрты в сопровождении свиты, он начинает петь, выходи, вызывать ее на поединок. Это вот прямо слушаешь, хотя, конечно, ситуация, контекст другой, но это приблизительно как будто Ахилл вызывает этого, Гектора, да, под стенами Ильяды. Да, и причем Сара, конечно, смущена, потому что она талантливая, она уверена в своих силах, она уже нескольких известных Ахынов победила. Но это вот, представляете, это сам великий Бержан к ней приехал. Она же его не ждала в этот день. Первые минуты Сара колебалась, выйти или нет. Бержан застал ее врасплох. Но она не может проиграть. На мгновение волнение взяло вверх. Но Сара собрала все свое мужество и приняла вызов. И сразу начала обвинять знаменитого гостя в хвостовстве, критиковать представителей рода, которых он превознес. Она пела о том, что люди нищают, а баи им не помогают. Два дня продолжается этот поединок. И в этом поединке они подняли так много социальных проблем, потому что, когда Сара вознесла, Бержан попытался традиционно подойти, а Сара сразу перевела дискуссию на совершенно другой уровень, начала поднимать вот эти вот социальные, национальные проблемы. Бержан, он, разумеется, он тоже не дурак. И он вровень с ней должен был встать. И он тоже начал говорить о вот этих вот важных для всех казахов проблем. Айтыс перешел от уровня родовых перебранок на высокий уровень. И Сара, как поэт, по сути, одержала победу над Бержаном. Но он не мог уступить ей эту победу. Он нашел ее Ахиллесову питу и ударил в самое больное место – в сердце. Знал, что Сару выдали замуж за нелюбимого человека и предложил показать его всем. Соперница была повержена. В своем заключительном слове Бержан признал Сару великим Ахыном и преклонился перед ней. Он сделал для нее нечто большее, чем могла принести ей победа над ним. Бержан обратился к старейшинам с просьбой, чтобы девушку развели с мужем и выплатили компенсацию за Колым. Айтыс был очень сложный. Это не только состязание парня и девушки, а там есть стыковка двух родов и очень много социального неравенства, очень много несправедействий и критикуются в этом Айтысе. И в результате этого Айтыса Сару Тастамбекову освободили от гнета, как говорится, насильного замужества и выдали своему любимому человеку. В истории сохранилось немало фактов, когда Бержан своим творчеством помогал нуждающимся и решал проблемы других людей. Его авторитет и слава открывали любые двери. Он жил честно, совесть его была чиста, а потому он мог любому сказать правду в глаза. Бержан был действительно новатором, новатором Аканом. Мог высказать свою точку зрения, не опасаясь ни за свою жизнь, ни за свое творчество, ни за свои дела какие-то. От таких людей для потомков кроме его величества творчества ничего не остается. Он был человек нараспашку. Он был такой широкой души человек. Баловень судьбы, любимец народа, свободолюбивый Бержан женился, когда ему было уже за 50. Его единственной избранницей стала девушка по имени Апиш. С ней он прожил до конца своих дней, и Апиш родила Бержану двоих сыновей и двух дочерей. Он ее привез с собой, Хардонал Кальтитхар, это, наверное, где-то в сторону Караганды, наверное, оттуда. Привез с собой. Ну, как пишут в воспоминаниях, девушка понравилась ему, он, видимо, понравился ей. И потом она... Украсть он ее не может, потому что Аул больше, она говорит, давай, значит, через три дня Аул будет откачевывать, значит, ты уезжаешь к ней, а потом я вот к этим могилам приду, там меня найдешь. Сирот помолил, Сирот Тарсон, он через два дня действительно вернулся, нашел ее там, забрал с собой, и, как бабушка говорила, никогда она не искала своих кальм, это тверкам своих родичей, и оттуда никто не приезжал, не искал ее. Поэтому вот она, она родила ему твоих сыновей, твоих сыновей, да, и двух дочерей. Постепенно Бржан становился все более нелюдим. Желание находиться в центре всеобщего внимания сменялось необходимостью уединения. Он все чаще стал уходить в степь, но теперь не к людям, а от людей. Да, действительно, может, и болел человек, но это была болезнь, она от тоски больше, да. Вот сейчас мы же смотрим, Кабзон до 80 лет почти, да, пел. Сейчас наш этот, Эскендер Хасан Галиев, он же поет на сцене, да, человек может свое творчество показать, выразить свое. А Бржан Сало было чуть больше, наверное, 50 лет, ему сказали, ну, сколько можно, слушай, ну, давай, угомонись, у тебя есть семья, у тебя есть дети, теперь, а человек талантливый, мозг выдает, наверное, все творчество, кипит, и он выразит, он это все не мог, конечно, как раньше, ездить там, петь по улам, действительно, это уже возраст, 60 лет, других форм не было, значит, такого самовыражения. Бржан начал отходить от общества, даже от друзей, он больше хотел быть сам собой, и сам он мог петь часами, сочинять стихи, читать, и все это было передано братьям Бржана, что в нем уже сидит бес, что его надо спасать. Последние годы Бржан Сало было очень драматично, даже, можно сказать, трагично, он сильно заболел, он был болен, и некоторые исследователи даже искали в нем какой-то социальный, политический мотив, но это, думаю, не очень корректно. Дело в том, что он сам поет в своей песне «Темертаз» «Алп спромышу льмекель генд кудайм берд наука скарп паска». То есть, когда мне исполнилось 61 год, Бог не спасла мне болезнь. И болезнь оказалась коварной. Физически Бржан был здоров и силен, но что происходило в его голове, не мог понять ни он сам, ни его родные. Тогда Бржан написал свою знаменитую «Адаскак». В песне «Адаскак», то есть «Адаскак» – это заблудившийся, он создал эту песню после своей трагедии, когда уже был болен и понимал, что жизнь его идет вниз. В этой песне он оплакивает, описывает, что он заблудился, он не знает, где правда, где ложь. И мелодия тоже она вот такая вот как бы блуждающаяся, петляющая, заблудившаяся мелодия. Какая это была болезнь, сказать трудно. Современники склонны считать, что это было психическое расстройство. Бржан Сал остро чувствовал бренность бытия и искал вечный смысл жизни именно в искусстве. Он начал отходить от общества, даже от друзей, хотел больше быть сам с собой, он уходил из дома и мог часами петь и сочинять стихи. Такие прогулки казались родным Бржан Сала неприличными. А кто-то и вовсе пустил слушок, мол, в Биржана вселился бес, и эта нечистая сила тянет его в степь. Дошло до того, что за Биржаном установили слежку, а вскоре и вовсе попытались ограничить его в передвижениях. Вначале его не привязывали, они держали его в юрте, но вокруг юрты конечно смотрители были, но это же Бржан, его разве можно в юрте держать? Он уходил. Его еле догнали на лошадях. Он так быстро бегал. и потом уже начали его привязывать. Но трудно представить не просто творческого человека, а просто человека привязать, а творческого, тем более Биржана. человек, человек, всю жизнь стремившегося к воле и не только себя, и к воле, и свободе своего народа. последние два года жизни Биржана прошли в страшных муках. Дети не могли смотреть на него без слез. В ауле все разговоры были только о Биржане. Гостей к нему старались не пускать, чтобы не утомлять старика. Он был безобидным, единственное, чего боялись близкие, что он уйдет далеко от дома, заблудится, и с ним случится беда. Если разум время от времени покидал поэта, то талант был с ним до последних минут. Незадолго до смерти родилась прощальная песня Биржан Сала, которую он посвятил своему сыну Тимиртасу, судьба которого в дальнейшем сложилась очень трагически. Это был пронзительный крик умирающего человека его реквием. Биржан Сала. Тимиртас жил здесь, работал, говорят, в шахте. Потом, когда пришли годы репрессии, многие наши родственники были репрессированы как потомки хажа. Многие очень были верующие люди. Хажа, хаваран. Ну, были состоятельные люди. Один из родственников Альжан был волосным. Многих сослали, в том числе Тимиртасу он был сослан и умер, говорят, Петропавловский. В соточении так. Ну, судьба Тимиртаса была тоже очень горкой, тяжелой, трагичной, как сама песня Тимиртас, посвященная ему отцом. песня Тимиртас, она занимает очень большое значимое место в творчестве Бриджан Салу. Это как реквем его, это как вершина, наверное, его творчества, и как поэта, и как композитора. Потому что эта песня до сих пор живет. В 80-е годы интеллигенция болела этой песней в Алмате. я был свидетелем этого. Все постарались петь эту песню Тимиртас, потом этот фильм Алый Мак из Сыкуля, крыгызский фильм, на весь союз прославил эту песню. И вот что, о чем говорится в этой песне? Это песня о его прощании, когда он заболел и чувствовал приближение смерти, вот сочинили эту песню прощальную, посвящая его своему сыну Тимиртас и дочерям Аслак. Это его аул, его родная степь, как и два века назад, здесь гуляет вольный ветер, свободно пасутся лошади, в воздухе пахнет ковылем и свежим кобыльем молоком. Здесь он родился и рос, здесь появились на свет первые музыкальные произведения великого казахского самородка, здесь он был счастлив, любил, творил, переживал и страдал. Когда Акын выражал в песнях и музыке свои чувства, струны его спутницы Домбры натягивались и рвались, как и его душа, которая не могла найти покоя. Он умер в 63 года. На родной земле Боржан Сала и похоронили. Со временем могилу не сравнял с землей беспощадный степной ветер, не снесли власти, а в середине 50-х годов 20-го столетия здесь соорудили обелиск, спустя еще полвека сделали реконструкцию комплекса и установили бюст Боржана. Этот культовый комплекс находится в городе Степня, как в Молинской области. Сюда съезжают сопочитатели таланта Боржан Сала со всей страны, чтобы поклониться праху великого Акына. У казахов есть пословица «Коль умен, слушайся в песню». Ее разносит по миру голос степи, голос свободного, благородного казахского народа, любимым сыном которого и был Боржан Сал. Боржан Сал. Боржан Сал.